На пресс-конференции хорошие новости сыпались одна за другой. По сравнению с прошлым годом, оперативность тушения выросла с 33 до 97%. Край с воздуха стали мониторить в два с половиной раза больше. До начала горячего сезона успели и людей нанять, и технику подготовить. Кроме того, вовремя запросили помощь. В край прибыли три вертолета Ми-8, самолеты Ил-76 и Бе-200. На тушение из бюджета предусмотрено почти 100 миллионов рублей. В случае необходимости 10 выделят из резервного фонда Края. Правда, кое-какие долги остались еще с прошлого года. По прошлому году, к сожалению, 113,5 миллионов рублей так и осталось. Задолженность, больше всех, конечно, задолженность мы несем перед тем же подведомственным учреждением Росресхозов и БУАВИА лесоохрана. 42 миллиона мы должны им за тушение пожара в прошлом году. Должны также восстановить резерв Края. В прошлом году был задействован и был израсходован и керосин, и средства в сумме 36 миллионов рублей. По словам Лайпанова, уже к концу мая Росресхоз с этими долгами рассчитается. В общем, ситуация под контролем. Правда, пожары, несмотря на все меры, продолжают не только возникать, но и разрастаться. То температура неожиданно повысилась, то ветер усилился. Масло в огонь подливает и Гринпис России, утверждающий, что в официальных отчетах за Байкале существенно занижают площади, охваченные огнем. Не знаю, какими пользуются данными Гринпис России. Скорее всего, она пользуется снимками с космоснимков. При ветровой нагрузке идет искажение. Мною был сделан облет с применением инструментов специальных, GPS-навигаторов. Мы определили завышение как раз таки по ИСДМ на порядок. То, что ветер на работу спутниковых систем не влияет никак, руководитель госслужбы края, видимо, не знает. Нет, конечно, это чушь собачья. Либо суеверие, либо прямая ложь. Одно из двух. Просто дым никак не влияет на спутник. Потому что спутник, он дает данные о температурных аномалиях. А на них ветер влиять никак не может. Ну, только тем, что он раздувает пожар. К слову, данные Гринписа о площади пожара совпадают и с данными официальной системы Рослесхоза и ДСМ. Получается, и им нельзя верить. По прошлому году тоже было совершение пожаров. При том, что привело к тому, что Забайкальский край выглядел не в лучшем свете. Вот и причина занижать площади и винить во всем ветер. Ведь когда Забайкалье выглядит не в лучшем свете, начальник Сибирского центра МЧС ругает руководителя региональной лесслужбы за не вовремя подписанные договоры и непринятые решения. А глава МЧС Бучков требует отправить в прокуратуру список должностных лиц, отвечающих за территории, где недавно возникли пожары. И президент задает неудобные вопросы руководителю края, в котором все под контролем.